Всем привет! Тема потерянных серий старых шоу и забытых мультяшек нередко способна вызвать ужас. Даже у самого искушенного любителя хоррора, видевшего маску вид и даже попсу из 90-х. Наверное так происходит, потому что каждый в детстве смотрел какие-то неудачные и пугающие мультики. Или шоу со странным и неуместным юмором, которые запали в глубины подсознания и лежат где-то у задней стенки черепа. Отсюда и популярность персонажей типа Бенди или Картун Кэта Тревора Хендерса, которым сейчас завален весь Ютуб. И SCP тут конечно же не исключение. У тайного фонда на содержание есть например вот этот парень. Объект номер SCP-2835, Пеликан Падди. И он несколько реальнее, чем может показаться. Сам объект представляет собой кассету, на которой записан не вышедший эпизод мультсериала про веселого Пеликана. Аномальный эффект этого предмета заключается в том, что персонаж Пеликана Падди частично разумен и способен общаться со зрителем. В течение всего мультфильма он спрашивает у того, кто смотрит, нравится ли ему то, что он видит. И очень бурно реагирует, если ему не отвечают. А уж если о его шоу отзываются негативно, приходит в бешенство. Под конец просмотра наглая птица просто переходит к оскорблениям и угрозам в отношении зрителя, которые льются бесконечным потоком. Конечно же у такого поведения рисованного существа есть своя причина. На первый взгляд это страшная неуверенность в себе. Но как оказалось у этой неуверенности есть причина. В нашем, в реальном мире. Дело в том, что такое шоу существовало на самом деле. В далеком 1950 году вышел такой мультфильм. И именно с этим персонажем. И он был настолько плох, что его автор отказался от авторских прав на него. Так что он, кстати, перешел в общественное достояние. И его можно использовать как угодно. Бывают произведения, которые из-за своего низкого качества просто смешны. Иные вызывают кринж. То самое чувство, когда человек говорит себе. Сделали они, а стыдно мне. Приключения Пеликана Падди умудряются быть настолько плохим мультфильмом, что становится жутко. Без преувеличения смотреть на происходящее неприятно и страшно. Причем это не какая-то там свечная бухта, которая изначально сделана как крипипаста. Это мультфильм, который задумывался как обычный веселый мультик для детей. Но что-то у автора пошло не так. Всего в нем вышло шесть серий. И как-то нельзя описать их сюжеты одним предложением. Единственное, что можно сказать, что все они связаны темой жадности. Злодеи злодействуют, потому что хотят слишком много. Позитивные герои попадают в неприятности по той же причине. Например, по сюжету первой серии Ворон Кенни, друг Пеликана, говорит, что купит деньги на покупку собственного поля с кукурузой. Пеликан советует отнести деньги в банк, но Ворон не доверяет банкирам и решает хранить все в наличке. Он прячет деньги в свинье-копилке, которую он засовывает в какую-то дыру в стене дома. Диалог птиц об этих несметных богатствах видит хитрый лис и, выломав стену, крадет свинью. Но так как лис хитрый, он оставляет в доме у Ворона следы пеликанных ног. Казалось бы, идеальный план. Ворон думает, что его обокрал его друг Пеликан. Но когда дело доходит до того, чтобы обвинить Пеликана, он оказывается просто слишком отбитым и начинает орать так, что лис сознается во всем, что сделал. Так строится сюжет большинства серий. Персонажи попадают в какую-то проблему, а затем Пеликан Падзи начинает дико быковать и впадать в истерики. Чем проблему решает? Такой вот жизненный урок. В третьей и четвертой серии Пеликан пропадает, но не пропадает тема жадности. И оба выпуска через несложные истории продвигают в лоб мораль о том, что надо радоваться малому и не надо хотеть больше, чем у тебя есть. В пятой же серии в Королевстве Пеликанов происходит похищение кукурузы. Но Пеликану Падзи удается найти вора и разбить ему морду. В шестой серии какая-то злобная женщина разливает всюду нефть, чтобы из ее царства не могли уехать полезные налогоплательщики. Так как дороги от нефти становятся скользкими. Пеликан Падзи побеждает злодейку, как обычно, своей агрессией. Причем возмущает его то, что впустую тратится полезный ресурс. Снова мультфильм говорит, не желая большего и не трать лишнего. Всратые сюжеты не единственная проблема у этой анимации. Озвучка персонажей представляет собой непрерывное бормотание с огромным числом слов-паразитов и оборотов речи, характерных для американской гопоты того времени. Так озвучены все персонажи первых серий, хотя позже появляется еще и какой-то женский голос. Бормотание не затыкается, даже когда никто в кадре не разговаривает, и часто непонятно, кто вообще говорит. И это как-то особенно нагнетает жути. Анимации постоянно повторяются. Персонажи дергаются и бьются в непрерывных конвульсиях, на фоне повторяющихся нескольких аккордов. После просмотра остается какое-то странное гнетущее чувство. Ощущение чего-то неправильного. Чувство, что этой хрени просто не должно быть. Она не должна была появиться, но она есть. И так показалось не только мне. Известный историк анимации Джонни Бек, например, утверждает, что это один из самых худших мультфильмов в истории. После всего этого, ненависть о CP2835, мультяшке, которая осознала себя внутри своего мультфильма, становится понятно. Пеликан, видимо, имеет заложенное в него изначально какое-то желание нравиться людям. Но учитывая, насколько плох его мультфильм, насколько в нем убогое «все», это становится попросту невозможным, и ему остается только ненавидеть. История этого персонажа внутри SCP продолжается в рассказе «Последний жест Падди», где мы видим душевное метание нарисованного Пеликана, который понимает, что весь его мир создал абсолютно бездарный человек. И единственная интересная вещь, которая в нем есть, это он сам и его любимый дробовик. Осознавшее себя в мире радиоволн телеэфира существо отправилось путешествовать по различным шоу, развлекая себя тем, что оно умеет, добавлением неуместной агрессии во все передачи, в которые он попадает, насилие и криков. В мире SCP Падди Пеликан не единственный персонаж из телевизора, который смог осознать себя. До него был SCP-993, клоун Помпон, или Бобл по-английски, который также стал самостоятельным существом, перестал следовать сценарию и занимается в своем шоу тем, что учат детей всяким злым вещам. Такой же плохо нарисованный, непроработанный персонаж, он также зол на людей. Он вырывается из своего убогого шоу, и является детям, оставленным на воспитании телевизору. Он воспитывает их сам так, что многие из этих детей заканчивают свою жизнь в тюрьмах солидными сроками. По сюжету рассказа Бобл Кон, такие вот люди в итоге объединяются в небольшой кружок фанатов, нарисованного в пейнте клоуна. Они начинают регулярно собираться, чтобы вместе встретиться с единственным существом, к которому они привязаны. Но однажды фонд SCP взялся за эту сбежавшую аномалию серьезно, и клоун перестал появляться на экране телевизора, вокруг которого собирались закоренелые убийцы и грабители. Это продлилось недолго, и клоуну удалось устроить нарушение условий содержания, в результате чего он вернулся к своим преданным фанатам, которые уже успели создать организацию Бобл Хэтс, или Помпоноголовые. Вернулся он не только к ним, где-то посреди эфирных волн он собрал всех подобных персонажей, героев забытых шоу. Кстати, рассказ, который продолжает эту историю, я когда-то переводил и читал на этом канале. Там в подсказках он где-то появился. Клоун встретил... ...пеликана Падди, с которого началось это видео. Но также он встретил и тень, что следует за старым американским президентом Рейганом, SCP-1981. Еще ему попался шоумен, который любит повторять фразу о том, что смех это весело. SCP-2030. SCP-2030 это вообще очень атмосферный объект, рассказывающий о шоу, в духе вас снимает скрытая камера, все участники которого в итоге веселых пранков погибают. Но в отличие от двух предыдущих персонажей, передача этого шоумена влияет на реальных людей напрямую. Ведь те, кто появляется в нем, в качестве разыгрываемых пропадают без вести. Кстати, забавный факт. На фотографии, которые изображает это шоу, сфотографирован сам автор объекта на сайте SCP. Так что никакой занимательной предыстории у самого шоу нет. Полностью оригинальный контент, так сказать. Смех это весело. Если пеликана Падди не любит никто, у клоуна Помпона есть свой маленький фан-клуб, пусть и маргиналов, но с которым у него очень теплое отношение. То вот SCP-2030 это настолько популярное шоу, что его зрители абсолютно спокойно дают шоумену себя убить. Считая, что это продолжение гениальной шутки местного бога юмора. Его публика сожрет любое говно, так сказать. Что, как по мне, чем-то напоминает реалии нынешних трендов Ютуба, где авторы некоторых видео творят абсолютно не смешную фигню, откровенно держат свою аудиторию за идиотов. И каким-то образом у такого контента куча лайков и просмотров. Получается такая вот лестница от полной непопулярности и презрения до слепого обожания. Но куда более интересен персонаж из SCP-1981, суть объекта которого в том, что это также кассета, но с записью речи американского президента Рейгана от 1980 года. Речь эта в реальности известна в основном за то, что он там называет СССР империи зла. Но на этой записи Рейган также начинает проявлять признаки собственного разума. При каждом повторе несколько изменяя свои тезисы. Затем его речи становятся все более странными. Он начинает затрагивать все более мрачные темы. Говорить про отсутствие надежды, про ад, про черноту и тьму. А в конце уже просто случайные обрывки фраз. При этом некая сущность, похожая на тень, режет его тело на куски. И в конце записи речи мы уже видим тяжело раненого человека, произносящего бессвязный бред. При каждой мрачной фразе или порезе, публика начинает хохотать, так как будто услышала лучшую шутку в своей жизни. Хотя смех, как мы знаем, это весело. Но главный герой этого шоу, это не сам Рейган, а тень, что стоит прямо за ним. SCP-1981-1, которая наносит эти удары. Чем она является внутри SCP, не объясняется. По поводу этого объекта было придумано довольно много самых разных теорий. Но, как это часто и бывает, чтобы узнать весь секрет, надо выйти за пределы вселенной SCP. Оказывается, что этот объект – это смесь двух крипипаст. Первое из них – это видео, которое называется «Джорджа Буша порезали во время речи». Видео начинается со звука грубой радиопомехи и женского голоса, который повторяет фразу Затем появляется американский президент Джордж Буш, который говорит случайные обрывки слов, и ему хлопает дико криповая толпа людей. При этом женский голос продолжает задаваться своими вопросами. То есть основная мыслящая сущность – это та, которая задает вопрос «Почему я тут? Как мне поступить? Как мне сделать, чтобы стало лучше? Как, собственно, и поступают все нормальные мыслящие люди?» В то время как остальные присутствующие в этом видео – президенты зрители – становятся всё менее настоящими. Получается, что сущность, зарождающаяся в SCP-1981, не привязана к людям на записи, как прошлые персонажи. Она самостоятельна. Чем же, может быть, эта сущность нам подскажет вторая крипипаста? Ну, как крипипаста? Текст был написан аж в 1968 году писателем Джейсом Баллардом. Суть его в том, что это короткий рассказ, составленный в стиле научного отчёта, в котором говорится, что психически нестабильные люди массово хотят, скажем так, совершить что-то нехорошее с Рональдом Рейганом. И тыканье его ножом – это только начало. Там полный список всевозможного насилия, трэша и извращений, о чём на Ютубе, конечно, не поговоришь. SCP-1981-1 – это тень, извращённое желание толпы. Попав в эфир и сформировав над президентом Рейганом тёмное облако, эти желания обретают плотность. Они стали самостоятельным монстром, который теперь наслаждается всем тем, что он может сделать с этим влиятельным и могущественным человеком. И только ли с ним? Из этой тусовки из четырёх существ в стиле эфира, пеликана, падди, клоуна, помпона и ведущего смеха-то весело, тень – это определённо самый зловещий и потенциально могущественный монстр. А кто из этой замечательной четвёрки больше нравится вам? Напишите в комментариях. Поищем ещё немного скрытых смыслов в текстовом формате. Всем пока!